Дорогие друзья, и вновь в эфире телеканала ЮТВ, вечерняя программа интервью. Один из нас о людях, которые сделали свой выбор в жизни, состоялись в том, чем они занимаются, и отличает их созидательный оптимизм. Сегодня у нас в гостях Тимур и Марьям Сафаева, также известные в интернет-пространстве, как Sweet Family. Привет, ребята! Привет, привет! Тимур и Марьям Сафаевы – видеоблогеры, создатели канала семейных путешествий Sweet Travel. Три года назад приняли решение оставить рабочие места, чтобы посвятить себя путешествиям, съемке видео, творчеству и, конечно же, семье. От вас уже пахнет путешествиями, потому что вы скоро собираетесь ехать. Но об этом чуть позже. Смотрите, до того, как начать заниматься творческими профессиями, видеоблогингом и путешествиями, можно сказать, на профессиональной основе, ну то есть до того, как стать самозанятыми, чем вы занимались? Ой, чем только они занимались. Ну, если брать последние, вот, последние деятельности, чем ты занимался? Я визажистом работала. А, да. Да, я работала визажистом в косметическом магазине. Угу. У меня была простая работа. Я был продавцом, грубо говоря. То есть я был администратор магазина, который занимается оптовыми продажами спутниковых тарелок. Да, спутниковое оборудование. Продавали телевидение. Продавали, да, спутниковое оборудование и так далее. Ну, то есть обычная такая работа. Ну, то есть до какого-то момента вы ходили на работу, были, собственно говоря, сотрудниками. Да. Помимо всего, у нас еще все устраивало. Мы довольны. Мы же довольны. До определенного момента, да. То есть не напрягались. Вполне себе комфортно себя чувствовали. До какого момента чувствовали себя комфортно и что это было, значит, за момент? Ну, это у меня петух клюнул в голову, когда я сидела в декрете во втором. Ну, то есть у меня старшему сыну было на тот момент 3,5 года. И дочка родилась. Была зима. И было очень холодно и противно. Я поняла, что... Ну, так как у нас дети не ходят в детский сад. Вот, как бы я их смотрела сама и поняла, что мне надоело сидеть в четырех стенах с двумя детьми, потому что это как-то ограничивает и мой кругозор, и их, собственно, кругозор тоже. Потому что если ты выйдешь на площадку зимой, ну, там, я не знаю, полчаса тебя хватит, ты замерзнешь и придешь обратно. Притом, что одевать детей на прогулку – это час, грубо говоря. Вот. И я предложила Тимуру вариант, насмотревшись там в Инстаграме всяких селебрити, которые отдыхают на морях. Я говорю, а что бы нам так не поехать? Ну, как, почему нет? Что ты ответил? Помнишь? А ты с работы пришел в этот момент? Я с работы пришел, да. Ну, как ты пришел как настоящий российский муж там, так, борща мне наливайте. Ну, не совсем, не совсем. Водки 150 граммов. Я примерно даже помню этот момент, когда Марьям первый раз начала про это говорить, и думал... Я так аккуратненько, аккуратненько. Ты о чем вообще? Какое... вроде такое. Она еще смотрела «Орел и решка» на то время. А, да, я... На самом пике вот этой популярности. Это была единственная передача телевизора. В Инстаграме всякие тревел-блогеры, которые начинали там прям так активно вести. И потом мы что-то начали вместе смотреть, и у нас как раз знакомые приехали с зимовки из Гуа. Мы к ним съездили в гости, пообщались, и что-то подумали, блин, на самом деле, а почему бы нет? В принципе, нас-то ничего особо не держит. Кредит мы закрыли. Все нормально, вроде уже можно жить не в минус, а в плюс. И чтобы жить в плюс, пришлось уволиться с работы? Уволиться с работы, продать машину, продать некое музыкальное некоторое оборудование. В общем, все, что было неиспользуемое дома, мы продали. Все, что было небольшой такой обузой на тот момент, то есть крупногабаритные вещи какие-то. Мы решили продать и уехать. Мы бросаем все и уезжаем из России в путешествие. Да, мы уезжаем в путешествие на год, оставляем все, что у нас было нажито. Сколько лет назад это было? Четыре. В 2015? Нет, в 2016. Три года назад, значит. Да, три года. Но вы съездили, посмотрели, как люди зимуют в Гуа, но вы-то выбрали себе путь посложнее. Давайте поговорим про ваше первое грандиозное путешествие. Да, у нас первое путешествие планировалось год, в итоге оно вышло в 9 месяцев. В принципе, там были 7 стран, 8 в Юго-Восточной Азии, и потом мы вернулись обратно. Да. Вот, 9-месячный трип такой у нас был, небольшой. Ай, мандалэ, 1 кило. 3 кило. 3 кило. 4 кило. Смотрите, вы когда собирались уезжать на год, то есть вы продали то, что продавалось. Да. Вот, и, соответственно, у вас были деньги на путешествие. То есть вы не планировали в этом путешествии работать, по крайней мере. Мы не планировали, у нас был план изначально, ну, когда мы начали уже готовиться, примерно за полгода, создать YouTube-канал и к приезду уже начать зарабатывать, собственно, благодаря YouTube-каналу и перестроить полностью деятельность с оффлайна в онлайн. У нас это отчасти получилось, то есть за 9 месяцев мы смогли сделать небольшой толчок в этом плане, но работать в путешествии мы не планировали. Но как только мы приехали в Индию, спустя неделю... Ну, банально, стало скучно ничего не делать. Какие-то такие предложения начали поступать по нашей косвенно старой деятельности какой-то, которая так или иначе пересекалась. И получилось так, что мы начали еще и в Индии зарабатывать, потом поняли, можно как бы ездить и зарабатывать спокойно. Почему бы и нет? А что это было за косвенная деятельность? Что за первая работа за границей, которая у вас появилась? Дреды. Как ни странно, да. Ну, как бы я со школы еще плела дреды, это у меня было на таком на уровне хобби, то есть как дополнительный заработок, плюс что-то совместить приятное с полезным. Собственно, параллельно с основной работой я всегда дома что-то делала, подрабатывала как-то. И да, спустя неделю, как мы приехали в Гуа, я решила, ну, а что бы нет, вспомню старые навыки, закинула объявление просто. И там буквально через день, как я его закинула, нашлись клиенты на дреды, и я подумаю, ого, оказывается, так тоже можно. У тебя, по-моему, ничего такого не было. Я начал снимать уже к концу сезона. Да, видео. Тимур увлекся видеографией. Но, в принципе, уже только начал. Помимо этого, мы там успели даже поработать ведущими Рождества. Ведущими Рождества? Мы вели пятизвездочную мотель. Вы как Джек и Салли были из Кашпарки Рождества? Почти. Нет, чуть по-другому. Как это называется, креативный ведущий, да, то есть наша задача была три часа развлекать публику богатых русских туристов на русское Рождество, собственно. Было забавно, потому что Тимур до этого никакой подобной деятельности не вел. Так себе, конечно. А у меня сел голос, прям, ну вот максимально, как он мог сесть, то есть он по факту пропал. И я просто все представление вытягивала таким вот, здравствуйте, какое хорошее Рождество. А я Аленушка. Одел брюки. Хриплая Аленушка. Это был наш первый опыт, но зато мы там окупили практически месяц жизни в Индии, то есть нам заплатили там 25 тысяч рупий. Ну, собственно, примерно столько же в рублях. Мы, по-моему, на эти деньги купили ноут. Я, по-моему, на мак купил старенький какой-то. Русский, традиционный, рашн крисмас. Ладно, меньше разговаривать. Единственная проблема – это мой голос. Расскажите, так скажем, путь от Уфы до первого чекпоинта и вообще с какими трудностями сталкивались в путешествии. Это был кошмар. Получилось так, что мы особо, мы думали, что все будет так, как пишут блогеры, travel всякие, все красиво, все такие чемоданчики. Они как перышки, то есть у нас в итоге 90 килограмм багажа было. Коляска, дети, да, как бы. Два ребенка, коляска вот такая, зачем мы ее брали, тоже непонятно. Первый чекпоинт у нас был в Дели. Нет, Стамбул, Стамбул сначала был. Стамбул был транзитом, мы там провели 9 часов, нам там понравилось. Но Стамбул все-таки такой цивильный город, там все приятно, комфортно даже с колясками ходить. То есть все чистенько, убрано. А потом было Дели. И когда мы приземлились в Дели, мы поняли, что что-то, по-моему, нас обманывали. Что-то не то, потому что, ну, мы испугались сразу. Мы испугались, действительно. Мы еле как доехали в страхе до номера и не выходили оттуда примерно сутки. Нет, мы вечером такие все оделись, пошлите, пойдем по Мейн-базару, это такой турсический район в Дели, такой очень трешовый. Мы такие, да, круто, пойдем погуляем. Нас хотело на 10 минут ровно, то есть дойти до ближайшей фруктовой лавки, купить что-то, перекусить и бегом обратно. А что напугало? Все. Ну, там выходишь из отеля, если ты не говоришь, из гискауса, ладно, и тебя может сбить сразу вообще поток либо рикш, либо скутеров, либо людей. Корова какая-нибудь может сбить. Корова. Ну, то есть, там, ты вышел и зашел, думаешь, не, я подожду пока, потом еще раз пойду. Запахи, контрасты. Шумно, очень шумно. Шум. Это, ну, просто как будто у вас кто-то над ухом стоит и бьет вот в сковородку. То есть, реально, там этот шум практически круглосуточный, он, мне кажется, не прекращается. Он не прекращался даже в номере, потому что у нас там была небольшая кошечка, и из него доносился звук. Да, то есть, эти звуки клаксонов, это все вообще нереально. А потом привыкли. А дети как на это все реагировали? А им интересно проще было. Им было проще, чем нам. Им вообще спокойно. То есть, мы старались при детях не подавать вид, что, ну, как бы, что-то родители не то сделали. Нет, в первый день была мысль покупать билет и ехать обратно, на самом деле. У меня была мысль, я хочу домой, к маме, все, заметьте меня. Ну, что вообще мы решились? Ну, то есть, действительно, был такой панический страх, и мы даже сейчас смотрим видео и фото. Вот, как раз перед поездкой, мы там такие чистенькие, аккуратненькие такие европейцы приехали, белолицые. И, допустим, сейчас, как мы едем в Индию, ну, мне кажется, мы там уже как свои просто. Семь стран, давайте посчитаем за девять месяцев. Ну, первый транзит, это был Турция, как бы мы ее не очень считаем. А остальные семь стран, это были Индия, Таиланд, что там после Таиланда было? Малайзия, Камбоджа, Вьетнам, и... А, Южная Корея и Китай. Вот, да. Что из этого максимальное впечатление произвело? Все, наверное. Ну, да, все, потому что это было. Они все разные, эти страны. Но самое прям такое, что особо после всей Азии, это Южная Корея. Она прям, я не ожидал вообще, что, я даже не знал, как таковое существование вообще, в принципе. Что там есть в жизни? Что только северная есть? Я думал, что, ну, есть вот эта Корея какая-то, и есть она. Ну, и пусть себе там поживут. Мы приехали в Южную, и там как бы вообще другой мир, и ты как будто живешь где-то в глухой деревне, и приезжаешь в мегаполис, и думаешь такой, блин, ну так тоже, что ли, можно жить? Например, такие были ощущения. То есть это такая суперцивильная Азия, да? Очень, очень цивильная. Просто, да, у них уже жизнь очень, очень крутой. Они очень дисциплинированные, то есть если там очередь на автобус, то там реально все стоят вот ровной линией, то есть никто никого не толкает. Даже был случай в магазине, где там я купила, чуть-чуть отошла, потом вспомнила, ой, хочу вот это докупить, я говорю, вставай обратно в очередь. Ну, то есть там все прям вот четко по полочкам, по правилам, очень строго, и как-то, и при этом они все очень такие стильные, красивые, следят за собой. Ну, то есть для нас это был реально взрыв мозга, ты приходишь там, я не знаю, в торговый центр, в туалет, а там туалет с кнопочками, как вот в фильмах. Там электронные туалеты, да? Да, электронные туалеты в торговых центрах стоят, то есть у нас, если просто туалет хороший, это уже круто. Но это не всегда, это, знаешь, в 10% торговых центрах из всех. Да, вот, и мы были в шоке при этом, ну, после всей Азии, то есть было ощущение, как будто мы вообще не в Азии. Дети, вот нет у вас ощущения, что, допустим, у них там недостаток общения со сверстниками, или где бы вы ни были, вы находите компанию? Да, компанию найти можно везде, даже когда мы жили в Индии, у нас Роберт подружился с индийским мальчиком, но они просто жили, получается, снизу, мы жили на втором этаже. Вот, Роберту было 4, мальчику было 9 лет, они говорили на разных языках, но они играли во дворе каждый день, то есть для них вообще не было проблем. Роберт там выучил какие-то пару низких слов, лук там типа, ну, типа смотри, давай, что-то такое. Вот, тот мальчик узнал по-русски, привет, там, что-то добрый вечер, потому что у него папа был продавец барабанов там, да. И как бы они спокойно тусили, мальчик там каждый вечер приходил, они играли все вместе, туда подключалась. Ева тоже, хотя она только ходить начала, как бы не было такого абсолютно. Вообще в каждой стране почти есть русскоговорящее сообщество, которое, ну, достаточно сильно развито, можно всегда там к ним присоединиться, какие-нибудь там встречи совместные, там, районы, где они обитают. Ну, то есть всегда есть общение. Мы в вегетарианском ресторане, как вы понимаете, вот, но вы не вегетарианцы же, вегетарианцы. Нет, это по-другому называется, это называется... Это называется пескетарианцы. Да. Кто такие пескетарианцы? Которые едят рыбу, но не едят там остальное мясо. Птицу тоже не едите теперь? Нет. То есть едите молочные продукты? Да. Рыбу, яйца едите? Рыбу, яйца едим, да. Но ты предложила начать нам с блюда растительного происхождения. Мы, значит, взяли фалафель с хумусом. Можно попробовать и хумус, и фалафель, в общем, все, что здесь ребята готовят из нута. На самом деле, это первый фалафель, который я встречаю в Уфе. Потому что, ну, в отличие от остальных городов, почему-то у нас в Уфе очень мало, да? Как-то развита тема... Нет, мы ни разу не брали, да. То есть вы не ели в Уфе ни разу фалафель? Вообще, ну, только тот, который сами дома делаем. Угу. Да. Ну? Интересный. Ну, так хорошо поджарен. То есть без лишней хрусткости он не сильно жирный, скажем так. Необычный какой-то, да? Да нет, обычный, но... Не, необычный. Мне нравится в сочетании с оливками. Мне кажется, это удачно. Да, я... Вот я с детства люблю. Многие говорят, я только взрослым стал понимать оливки. Ну, мы в детстве просто их как-то особо не покупали. Ну, тоже изрезка. Но когда были дома, мне всегда праздники. На такие семейные праздники. На семейные праздники, совершенно верно. Вот я, кстати, не помню, как я к ним раньше относилась, но вот потом, когда я узнала, какой у них состав, там, и попробовав уже их, там, где-нибудь в Азербайджане, когда там они растут, ну, я прям полюбила. И у нас, в принципе, вот последнее. Ну, все лето это, мне кажется, регулярно у нас оливки, маслины дома есть. У нас, да, лето оливок, так это получилось. Дома, то есть, тоже готовите различные вегетарианские блюда? Кто отвечает в основном за кухню? Ой, сложный вопрос. Вообще, изначально я никогда не готовила мясо. То есть, у меня был такой, ну, бизик, то, что я не могу видеть сырое мясо и трогать его. То есть, я не знаю, с чем это связано. Поэтому, если раньше что-то мясное в нашем доме готовилось, то готовил Тимур всегда. И, в принципе, Тимур отвечает у нас больше за вторые блюда. Я, наверное, больше по завтракам. И когда нужно из ничего что-то придумать такое сытное. Ну, кстати, на нашем сайте можно найти в выпуске программы «Завтрак замечательных людей» и с Тимуром, и с Марьям. С Тимуром у нас был эксперимент в виде томатных блинов. И резко давай. Оп! Опа! Эх, облился, зато как... Зато... Тихо, тихо, не трогай его. Пускай схватится. Эксперимент в конечном итоге удался. Но, извини, конечно, друг, сыроедческая каша. Ты вообще везунчик, что у вас такое дома готовится. Ты мне сейчас открыла все-таки сыроедение с... Хорошей стороны. С тех пор подсела на эту кашу. В общем, посмотрите рецепт обязательно. Спасибо. Вот на нашем сайте есть эта программа. Там Марьям три готовила сыроедческих завтрака. Нет, не из сыроедческих. Вот каша сыроедческая. Да, остальное там, я не помню, даже... Там был смузи-бол и... Там был смузи-бол и йогурт. Да, да, да. Ребята, ну как оцениваете хумус и фалафель? Хумус не попробовала. Слушай, мне нравится и хумус, и фалафель. Ммм. Мне тоже нравится. Вкусно, не сухо. Просто обычно фалафель, он такой жирненький на самом деле. Да, здесь он... Вот здесь он такой прям в меру и... Как будто печеный. Да, и такой мягенький. И видишь, хорошая подача здесь. Здесь два вида помидоров, и оливки не дают блюду быть сухим. Да. Ну, я предлагаю за вашу зимовку, да, по безалкогольному глотку замечательного коктейля. Ребят, хорошо, что пришли. Спасибо, что ты попал. Ну, как говорится. Да? Ну-ка. Красиво. Ой, обожаю безалкогольные коктейли. Это самое вкусное, что вообще может быть просто. Интересный вкус. Угу. На красном чае, как написано. А, ну там чай типа этого... Как называется? Каркаде? Ну, типа каркаде. Ну, что-то такое, да. И много всяких других вкусов. После того, как вернулись спустя 9 месяцев, когда вновь потянуло в путь? Сразу, мне кажется. Во-первых, у нас была затяжная такая депрессия общая, причем. Мы приехали, потому что денег-то нет уже. Все, уже лавочка прикрылась, надо что-то дальше делать. Да. Вот, мы начали чем-то заниматься. Что-то придумывали, да, какие-то стартапы. Да, что-то думали. И спустя, наверное, ну месяца два нас обратно уже потянуло в Гуа. Не в целом в путешествие, а именно в Гуа, потому что надвигалась осень. После, помнишь, после первого сезона мы не хотели ехать в Гуа, потому что потом мы побыли там на островах в Таиланде, на островах Камбоджи и увидели там красивое голубое море, пляжики с белым песочком. Мы такие, фу, а что делать в Гуа, зачем туда ехать? Вот, мы так думали, пока холода не бахнули на самом-то деле. Ну да, да. Я так, ну что такое? На самом деле это интересно, особенно изнутри это интересно. Теперь ты не можешь смотреть, в принципе, реалити-шоу. Потому что ты понимаешь начинку. Потому что ты знаешь примерно, как это все устроено. Ну я понимала, что это очень маленький ребенок, и это немножко жестоко было. Вы, получается, поехали, ну, так скажем, во второе путешествие зимовать уже в Гуа. Вы в 16-м году съездили. Ну то есть с 17-го вот по сейчас, по 19-й год. А из чего состоит ваша занятость? Потому что вы уезжаете, вы сами говорите, что вернулись в первый раз, были трудности определенные. Всегда у людей возникает вопрос. Здорово, круто, не знаю, там, хотел бы я, но на что люди живут? Вот из чего сейчас формируется ваш бюджет? У меня деятельность такая, что я могу как бы фотографировать и заниматься видеосъемкой как в Уфе, так и в Индии. И разницы особой нет? Разница есть. В Индии, получается, у меня зарабатывать больше, чем в России, в разы. И поэтому у нас уже зимовка, это больше она такая, как по вахтам ездить. То есть вот, например, люди на север ездят, а мы вот в Индии ездим. Потому что за три года у нас сформировалась достаточно большая аудитория, которая интересуется Индия, Гуа. И так получается, что услуги востребованы, и почему бы не ехать туда? Ну, у меня, собственно, так же. После того, как мы вернулись из первой поездки, ну, я так как была в декрете, то есть я вернулась на свою работу. Ну, проработать смогла буквально 2-3 недели после этого. Ну, как бы, когда ты уже повидал какую-то часть мира, а тебе в рамках одного графика очень тяжело находиться. Ну, то есть буквально я не могла себя заставить выйти на работу, хотя я обожала свою работу, обожала коллектив. Вот, я уволилась, и сначала так же работала на себя, то есть продолжала работать визажистом, но потихонечку возвращалась к волосам уже. И потом... А, в Индии мы уже поехали, у нас был бюджет 10 тысяч рублей, ну, то есть реально 10 тысяч. Мы решили второй сезон попробовать поехать без денег, потому что знали, что там можно будет заработать. И денег реально как таковых не было, мы взяли билеты только, сделали визы, и у нас оставалось 10 тысяч. И мы их потратили в поезде на билеты до Гоа. То есть мы приехали туда, можно сказать, без денег, и начали сразу работать, и как бы вот так. Ну, не было страха какого-то. Ну, понятно, что у любого человека есть страх неопределенности. Мы почему-то были уверены, что как бы нормально все будет, но потому что всегда все зависит от человека. Я, конечно, больше переживал, как Межлимарьян. Да, я всегда говорю, нет, прорвемся, как бы не переживай. То есть какая-то... Глаза боятся, руки делают, собственно. Не обременительно ли было вести параллельный YouTube-канал? Ужасно обременительно. Вообще уже к этому привыкаешь спустя 2-3 года. А так это занимает огромное количество времени, почти что все свободное время уходило именно на канал. Не знаю, стоило это того или нет, и стоит ли до сих пор это того или нет. Заниматься 3 года, еще у нас там проблемы были с YouTube, сейчас пришлось все заново это делать. Вот я хотел спросить, вы закрыли один канал, и с нуля открыли другой. Почему так произошло? У YouTube в этом году вышли новые правила относительно контента. где есть несовершеннолетние дети. То есть у нас мы постоянно, Роберт и Ева попадали в кадр, мы их снимали, и они закрыли комментарии к таким видео, где присутствуют дети. То есть не к видео даже, а полностью канал заблокировали комментарии. А без комментариев снимать как бы нет интереса, нет смысла. Ну, активность падает, да. Видео перестают развиваться, оптимизироваться под алгоритмы. И, собственно, активность упала очень сильно. Смысла не было, точнее, дальше снимать на этот канал. Мы решили что-то заново. Ну, то есть вы теперь детей не снимаете? Или как обойти правила? Мы детей снимаем меньше. Просто мы попали в ту волну. Сейчас YouTube уже этим не занимается. Был скандал с педофилией. Они вот сделали показательные казни, выполнили свои задачи, а сейчас уже им все равно. Ну, то есть сейчас могут быть дети на видео, и можно оставлять комментарии. Нет, но многие каналы не так и остались. То есть закронулось это реально как-то 50%. Процент в 50, наверное, отключили, а остальные все остались. Но несмотря на то, что вы набрали аудиторию, это все равно, насколько я понимаю, больше хобби, нежели возможность на этом зарабатывать. Потому что работать все равно параллелен приходится. Да, в идеале, конечно, было бы хорошо, и как мы планировали в самый первый раз, это полностью перейти на заработок с YouTube. Но так пока не получается. Какая максимальная сумма с YouTube в руках оказывалась? Что удавалось вывести? Ну, если брать именно с монетизацией, то там немного, порядка 100-200 долларов в месяц получается. Бывают большие донаты. Да, донаты это уже другого. Это очень спасает канал и, в принципе, развитие дальнейшее. А рекламу кто-нибудь покупал у вас? Реклама, да, периодически тоже. Но у нас относительно недорогая реклама. Тоже порядка 80-100 долларов. Интернет дело такое. Там любой человек может что-то сказать вам не в лицо. Что-нибудь обидное, например. Плюнуть вслед. Да, особенно, когда семейный канал, по большому счету, вы показываете свою жизнь. Как относитесь к хейтерам в интернете? Реагируете на них или нет? Первое время тяжко, конечно, было. В начале нашего путешествия нам и грозились, что на нас подойдут в суд, чтобы лишить родительских прав за то, что мы поехали с детьми путешествовать. Потом тоже чего только не писали. В самые первые месяцы было реально больше не хейт, а угроз в этом плане. Да, были гречи. Типа зачем вы мучаете детей? Да вы какие-то там наркоманы. Но у нас еще внешность просто такая, что не особо вписывается в средние статистические... То есть вы неформально выглядите и реально люди есть, которые считают, что вы наркоманы. При этом вы не пьете, не курите и ничего не употребляете. Ну да. Ну то есть почему-то складывается образ вокруг нас, как будто мы постоянно этим занимаемся. Я бы не сказал, что у нас так много хейта, но бывает. И это сперва напрягало. Особенно, когда дело касается детей, или, например, жены какие-нибудь. Это раньше, как думаешь, как так вообще? Ну мы, да, на самом деле это больше, наверное, удивляло, потому что в силу воспитания, ну, допустим, я себе никогда не могу позволить что-то написать гадко незнакомому человеку. Как бы если мне не нравится, я переключу. Как бы если мне нравится, я могу написать что-то хорошее. Все. Ну то есть у нас же говорят, типа, про покойников, хорошо или никак. Я считаю, что про живых людей так же. Как бы ты, либо ты пишешь, ну, нормально, если ты незнаком с человеком. Либо, как бы, ничего не пишешь. Ну, либо можно поспорить в крайнем случае, если ты с чем-то не согласен. Да, да. Но не задевая личных каких-то... Не переходить на открытое оскорбление, да, связанное там с внешностью, я не знаю, религиозной принадлежностью. Ну, то есть это элементарные какие-то нормы даже нашей Конституции, которые как бы оскорбляются в Ютубе, мне кажется, просто вот... Ну, у нас основной хейт идет это вот по поводу того, что либо мы наркоманы, либо я нетрадиционной ориентации. Ты. Да, либо... А Марьян нормальный. Слишком, да, таких нетрадиционных габаритов. Ну, вот такие вот три топового, можно сказать. Короче, у нас, я не знаю, здесь цензура есть, а Тимур у нас гей, а я, значит, слишком толстая. А что еще? И еще вдобавок к этому мы постоянно употребляем наркотики. Да, еще мы алкоголики и наркоманы. И вас надо лишить родительских прав. Ну, да, это есть на это причины. На тему родительских прав. У вас в этом году сын должен был бы пойти в первый класс, если бы проживал постоянно в России. Вот, вы вновь собираетесь в путешествие, и, соответственно, вы решили пойти альтернативным путем. Почему вы решили не отдавать Роберту в школу? Так как он не ходил в садик, мы решили то, что можно и не пойти в школу. Потому что сейчас есть очень много альтернатив. Одна из таких альтернатив – это семейное обучение. Обучение через интернет. Сейчас это вполне доступно. И мы решили попробовать. Не можем сказать, что он постоянно, и все время так будет обучаться. Все-таки, я думаю, традиционная школа должна быть в плане того, что... Не в плане получения знания, а потому что... Социализация? Ну, там весело. Мне было весело в школе. Социализация тоже такое натянутое, мне кажется, за алшиш слово. Да, даже не социализация. Общение, да, общение просто. Движуха, переменки, игры и так далее. Вот для этого. Я думаю, класса с пятого, наверное, он пойдет уже в такое обычное. Сейчас пока есть альтернатива. Ну, не факт, что в обычное. Возможно, это будет частная школа. Ну, да. Традиционную, скажем так. А как сейчас это технически можно сделать, чтобы ребенок обучался дома? Вообще, на самом деле, несколько вариантов есть. Можно обучать самим. Можно сделать так, чтобы педагог через ноутбук как бы вместе со всем классом просто по скайпу объяснял ребенку, что происходит. Ну, то есть просто учитель во время урока включает ноутбук, и там ребенок сидит у вас где-нибудь на пляже и смотрит урок, который происходит сейчас в классе. Это тоже как вариант. Но у нас другая немножко система. Мы нашли самый удобный для нас способ. Мы зачислились в московскую школу. Она именно позиционируется как онлайн-школа. И в то же время она стационарная. То есть туда ходят люди. И еще, помимо этого, они занимаются семейным обучением. Мы туда зачислились. И будем у них также сдавать ассистацию. Но единственное, что все занятия проходят через интернет, через их сайт, по сервису. Мы смотрим урок, делаем домашнее задание, оценки учитываются и, собственно, сдаем ассистацию. Да, то есть домашнее задание ты фотографируешь, отправляешь на проверку. Вот как бы... Вот и так работает система. То есть сейчас у него в неделе, получается, три дня он обучается, по два занятия в день. И пока что первую неделю мы, в принципе, вроде справляемся. Плюс такого обучения в том, что оно индивидуальное. То есть учитель не на 40 человек пытается... Ну, там, допустим, не 40, да, 20-30 человек пытается объяснить урок, когда там одного спросить, одному еще что-то. То есть много личного времени тратится. А тут по факту просто тебе дают конкретный урок, ты его получаешь, и все. Ну, то есть все гораздо быстрее происходит. Ну, то есть в России это достаточно удобно и цивилизованно реализовано. Да, да, достаточно. Помимо этого, есть три региона в России, где государство еще выплачивает компенсации за то, что ребенок не обучается в школу. В школе, собственно, затрат на него нет, и поэтому они вот эти затраты компенсируют ребенку. Но в нашем регионе этого нет. К сожалению, да. Мы туда не попадаем. Бургер, значит, с адыгейским сыром. Да? Это, кстати, такая достаточно обычная история в Индии. Только там место адыгейского сыра... Панир? Сыр панир, да. И это называется вечбургер, собственно, здесь. Я опять-таки не знала, что в Уфе у нас кто-то делает такие бургеры прикольные. Ну, кстати, шафран-то у нас не так давно открылся. Ну, да, мы сходим. Очень вкусная котлета. Хрустящая, сырная. Такой сладкий чили, да? Я до соуса не дошла. Мне очень нравится котлета. С чем самым неожиданным из еды сталкивались? Ну, жуки, наверное, уже не все. Фирменальные вот эти, да, тайские жуки. Но они не так прям, чтобы произвели какое-то впечатление. Они же безвкусные достаточно. Ну, они как типа семечки такие. Ты просто их соленые, как непонятные соленые. Как кожурат семечек. Да. Ну, я ел сверчков просто сушеных сильно. Они вот были как кожурат семечек. Жучки, они более такие уже неприятные. Там у них что-то внутри еще остается. А так? То есть корову тебе жалко, а жучка не очень, да? Тогда еще корову не было жалко. Нет, мне корову даже не жалко. Пошел в Макдональдс после этого просто, да? Могу сказать, что мне очень понравилась грузинская кухня. О, ну это да. На момент, когда вот я ел мясо. Так это не так давно было получается, да? Ну, я буквально месяц назад перешел полностью в отказ от мяса почему-то. Ты с чем это сам связываешь? Просто время пришло? Ну, что-то подумал в один день, типа, почему бы и нет. Давай попробуем. Как ты чувствуешь? Отлично. Ну, я не был фанатом прям мяса. Не было такой проблемы, что прям вот, откажусь. Единственное, что это куриные крылышки киевсишные острые. Вот это единственное, что меня может пока... О, давай, хотя бы кулачком, да? Куриные крылышки острые, если на них еще острого соуса налить, чтобы сгореть изнутри и возродиться в пламени удовольствия, да. Как Феникс. Ну, вот люди, которые говорят, только с мясом можно наесться, без мяса невкусно. Вот бургер с котлеткой из адыгейского сыра, вкусно же. Мы, кстати, в Индии поняли то, что вегетарианская еда, на самом деле, она достаточно вкусная. Надо просто готовить. У нас просто дома не готовят. Но дома я имею в виду родители, например. Да, тридцовый. Потому что это все всегда должно быть мясо. Если бы они попробовали бы не ссувать мясо, было бы так же вкусно все равно. На самом деле, да, большинство блюд без мяса, они как-то раскрываются по-другому, чувствуешь по-другому. В детстве-то по ощущениям, какая топовая еда. Макароны, да, с сыром, с кетчупом. Вообще практически ничего не нужно. Я, кстати, где-то с четырех до семи лет был практически вегетарианцем. То есть мне реально мясо как отбило. Я до сих пор там колбасу с жиром не очень люблю, еще что-то. Помните, было легендарное заведение «Аладдин» на проспекте «Октября»? Ты, наверное, не помнишь. Там были сэндвичи. Это было до фастфудов, до Макдональдс, до всего. Я брал всегда без колбасы, только с сыром и, понимаешь, с овощами. Поэтому я чувствую, что, возможно, однажды я вернусь в это состояние. Ну, это будет круто. Есть ли какая-нибудь мечта, вот что-то такое попробовать необычное в путешествии? Ну, иногда не в путешествии. Слушай, я в Марокко хотел покушать голубиный пирог, а мы его не нашли. Он из голубей? Да. Там это национальное блюдо, типа, считается. А что-то мы нигде даже меню не встретили это в Маракеш. Ну, то есть ты знал легенду об этом пироге, но реально его не встретил, да? Да. Так же, как в Париже, нигде я не видел, чтобы люди ели устриц. Хотя, казалось бы, где это все придумали. Ну да, лучше что-то в этом роде. Эх. Мы, в общем, вам, друзья, дорогие зрители, желаем, чтобы не было ваших гастрономических путешествий, разочарований. Да. Ну, приезжаешь в Россию, пельмени есть-есть, сметаны есть-есть, чтобы все было по-честному. Вы играли в панк-группе, пели протестные песни, вот, но перестали. Почему? Время, потому что нехватка времени, можно сказать. Или просто не так интересно стало, как раньше? Нет, мне это интересно до сих пор. Единственное, что ты просто вспоминаешь опять, сколько это времени затрачивалось на это. Это поиск музыкантов, репетиции, подготовка к материалу. И что-то сейчас очень много других таких всяких творческих занятий. Но хотелось бы заниматься. Если бы можно было бы вот так вот за раз, типа, вот, давай. Ну, в общем, если бы наши дети ходили, наверное, в сад и в школу, у нас было бы время на это. Да, так как у нас... Да, но так как мы где-то решили, как бы, избрали другой путь, то есть быть такими более внимательными родителями, получается, что наш интерес... Чем-то приходится жертвовать. Да. Ну, вы пели действительно достаточно социальные песни. Как считаете, как оцениваете, точнее, возможность заниматься творчеством в России сейчас? Насколько сильно закручиваются гайки, если называть вещи своими именами? Ну, здесь двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, ты можешь делать как бы все, что угодно, что мы и делали. Абсолютно никакой самоцензуры у нас не было. Ну, были какие-то моральные принципы. Вот. И сейчас, я думаю, то же самое. Ну, нет, мне кажется, сейчас... Не считая вот этих вот арестов за, там, картинки и так далее, все нормально. Мне кажется, сейчас вот с теми же текстами, которые были тогда, было бы сложнее, возможно. Но, опять-таки, смотря на каком ты уровне, если ты на уровне, там, ну, там, города Башкирии, грубо говоря, в Уфе, который, в принципе, как-то, не знаю, ну, в такой андеграунд сцене, и тебя особо никто не знает, где-то в высших кругах, я не знаю, тогда, наверное, можно, да. А если бы ты хотел как-то развиваться в этом плане и идти уже больше, более масштабно, то, наверное, были бы какие-то проблемы. Ну, у нас были многие знакомые музыканты, там, допустим, московские, на которых были заведены, опять-таки, уголовные дела, там, какие-то преследования велись на тему деятельности. Ну, там несколько музыкальной, там, в комплексе музыкальная и активистская деятельность, она, как бы, напрямую связана, если занимаешься такой музыкой. Да, сложно петь протестные песни, при этом, там, я не знаю, работать где-нибудь, в офисе сидеть, то есть, это немножко другой формат. И, как правило, те люди, которые, ну, и живут этим, и поют об этом, ну, им бывает тяжко, конечно, да. У нас были немножко другие приоритеты, мы все-таки больше ушли в тему путешествий, семьи, наверное, поняли, что, как бы, если тебе не нравится мир вокруг себя, ты можешь его изменить, просто поменяв как-то его немножечко. Это вроде как раз-таки называют внутренней миграцией, да? Да, да, в этом. Можно так сказать. Ну, просто сейчас же еще есть история, там, с отменами концертов, да, такими показательными, вот, ну, на фоне того, что сначала концерты отменяют, а потом дубинкой может ударить человек, например, на несанкционированном митинге. Да, это было всегда на самом деле, просто сейчас этому придает немножко другое значение. У нас даже в Уфе постоянно концерты, там, закрывались, постоянно приходили отделы проверять, что чем вы тут занимаетесь, здесь нельзя, там нельзя, а сейчас это перешло на более другой масштаб, уже более известные группы, например, начинают, там, репрессировать, поэтому огласок другой. Ну, и плюс сейчас интернет немножко иначе разве, допустим, чем, там, 5-6 лет назад, то есть сейчас какой-то один блогер уже выложит у себя это какой-то, не знаю, в сториз, и это разлетится, да, везде, это будет большой инфоповод. То есть раньше такого, к сожалению, не было, и было, возможно, даже похуже с этим, потому что там тебя закрыли, и ты даже не можешь, возможно, не имеешь никакого оборудования. Не услышит просто, потому что не было тех источников информации, как, ну... То есть сейчас как опасностей больше, так и возможностей, чтобы человека поддержали и как-то помогли. Да, ну я думаю, все это растет просто пропорционально, то есть как бы уровень зла увеличивается, добро тоже немножечко двигается. Смотри, ну все растет пропорционально, уровень зла увеличивается, добро пытается ему отвечать, дальше в России хуже будет или в какой-то момент критическая масса наберется? Камерный вопрос узнаете. Ну вот вы как лично считаете? Мне кажется, в плане развития лучше не будет, пока что наша власть не дойдет до такого пункта, что подумать, что надо что-то поменять или измениться, или самим уйти, или поменять полностью. То есть когда на протяжении 18 лет продолжается одно и то же, и это все продолжается как бы не в гору, наоборот, то надеяться на то, что там будет переломный момент вверх, как-то мне кажется, не особо стоит. Ну то есть сменяемость власти единственный способ начать какой-то новый вектор в развитии страны? Ну я могу вот со своей точки зрения сказать, что по уровню развития страны можно судить по нескольким фактам. Это доступность алкоголя, то есть насколько его легко приобрести. Ну он очень доступен. Вот, то есть когда пиво стоит дешевле, чем пакет молока, ну о чем говорить, о каком развитии в стране? Мы просто видели опять-таки на примере Камбоджи, когда ты приходишь в магазин, и ты не можешь найти овощей, но везде дошираки и пиво. Ну то есть не понимаешь, ну как бы как живут люди, как настолько можно свой народ просто в никуда загнать. И видим то, что сейчас тоже пиво там на другой уровень выходит, потому что не пиво можно назвать пивом, а это можно пить. Ну то есть опять-таки сравнить с Европой, сколько там стоит алкоголь и сигарет, и сколько он стоит у нас. То есть, ну как бы видно, что власти невыгодно, чтобы люди как-то, я не знаю... Но проблема не только в этом. Ну я имею в виду, что вот такие факторы, по которым можно судить. А какие еще факторы, ты говоришь, вот есть несколько вещей, по которым можно судить? Медицина, зарплата у работников сферы медицины. Ну в принципе, наверное, бюджетных можно судить. Ну и бюджетные, да. Врачи и учителя, я считаю, что это та сфера, которая должна максимально оплачиваться. Вот. Она у нас, к сожалению, идет на таком уровне, что... Ну я даже по себе сравнивала. Когда я прошла полугодовые курсы на визажиста, устроилась работать в магазин, я зарабатывала больше, чем моя мать в республиканской больнице. Работая доктором. Работая доктором, да, с 30-летним стажем. Ну то есть, это же вообще, это капец. Вот. И как бы сейчас так же, допустим, там 2-3 дня моей работы стоит как месяц работы опять-таки врача. И я считаю, что это несправедливо, потому что я просто плету косички. А как бы отучившись это... Ну даже не отучившись, это просто хобби мое было. А люди учатся по 6 лет, они там проходят какие-то, не знаю, безумную практику. И они должны отвечать за жизнь человека, и он за это платит 20 тысяч. Ну кому он как бы это... Я считаю, это несерьезно абсолютно. Хорошо. Ну опять-таки, чему могут научить учителя в школах детей, когда учитель зарабатывает копейки? То есть о какой хорошей жизни он может рассказать ребенку, если он там, учитель географии, не был практически ни в одной стране, кроме своей. Как бы тоже. Печалька. Были ли мысли о том, чтобы где-то остаться не в России окончательно? То есть не ездить на зиму-лето? Хотя вы летом сейчас вернулись, и в принципе тоже поехали куда-то еще путешествовать без детей, в короткие, так скажем, путешествия. В общем, мысль об окончательной иммиграции наверняка присутствовала. Она присутствует до сих пор, периодически всплывает. У нас волнами... Накатывает. Вообще в перспективе, в идеале, конечно, есть такие мысли. Сейчас нас держат здесь в основном, наверное, родители, если вот прям радикально не переезжать. И мы пока не можем определиться с местом, куда именно. Потому что поездив достаточно много стран, везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. И так получается почему-то, что как будто вот в России собрались все минусы в основном, а плюсы не собрались, они где-то вот рассредоточились по другим странам. И мы вот как бы ездим, ищем, и пока что-то не можем найти. Но единственное, что у нас пока Грузия вот из тех стран, куда можно было бы комфортно переехать. Ну то есть пока вот из того, к чему присматривались, Грузия ближе всего. Не, ну скажем так, из того, где мы были, это Грузия, да. И если рассматривать Европу, то это Франция либо Испания. Вот, но сейчас тоже как бы там свои есть. Но в Европе свои проблемы. Они другие, нежели в России. И как бы видеть эти проблемы тоже не особо хочется, потому что там общаешься. Например, из-за чего не хотелось бы говорить о Грузии? Проблемы миграции и проблема их жизни там в плане того, что не очень благоприятно влияет на местных людей, которые там на европейцев, допустим. То есть культура европейская, она постепенно так вымирает, и культура превращается больше в сирийскую, в алжирскую и так далее. Это как бы нехорошо или неплохо, но если есть выбор у тебя выбрать, то я бы не хотел просто жить во Франции, но при этом это Франция будет алжирская. Какой смысл мне там как бы жить? Вы сказали, в России как будто бы собрали все минусы возможные современного мира, а плюсы какие-то есть в современной России? У нас очень много плюсов. У нас очень много плюсов. На самом деле кажется, как будто мы там такие русофобы. Не, мы как бы любим, здесь много всего классного. Просто проблема в том, что все эти плюсы, как бы их по щелчку, любой представитель власти может тебе в минусы обернуть. Ну, там, я не знаю, банальные опять-таки случаи, когда подкидывают наркотики. Ну, какие здесь плюсы в плане... Ну, медицина бесплатная, это очень большой плюс, мне кажется. Ну, опять-таки уровень. Такая банная не была, но она все равно бесплатная. То же самое образование бесплатное. Она тоже, она уже есть, и она работает, люди обучаются. По поводу России плюс это отношение к беременным женщинам. Ну, то есть вот эта демографическая проблема, ее пытаются решить. И это действительно очень хороший вариант, потому что, ну, во многих странах, опять-таки, Европы там не дают такие декреты огромные. То есть там, может, до 8,5 месяцев сидеть с ребенком, потом ты должен выйти на работу. Особие немножечко другое. Как бы здесь у нас в этом плане чуть помягче. А у нас, опять-таки, из плюсов, то, что ты можешь, если тебе не понравилась школа, ты можешь открыть свою, там, не имея при этом каких-то особых навыков. В России из основных плюсов я сегодня как раз спорил в комментариях с какой-то женщиной. То, что в России, на самом деле, больше возможностей, чем в других странах. Даже взять, к примеру, ту же самую Индию. То есть здесь человек из села может там отказаться от заработка в 5 тысяч и прийти к заработке в 50 и более тысячи благодаря там интернету, благодаря там своим каким-нибудь анализам своей деятельности и прочее. Ну, то есть есть реально возможности что-то и там изменить, поменять свою деятельность. Все к этому располагает. Это большой плюс. Да, в той же самой Индию это будет сложнее. У них кастовость очень сильная все равно осталась. У вас есть ощущение дома? Вот вы задумываетесь иногда, где ваш дом? У нас сейчас почему-то... Сейчас два дома. У меня, по крайней мере, больше дом ассоциируется. То есть это не с нашей квартирой, а либо это дом в Гоа, в котором мы живем, либо это дом у родителей, куда мы приезжаем. Вот как бы два. А квартира, она как бы перевалочный пункт, где мы приезжаем, сбросили рюкзаки, переночевали и поехали. Ну, то есть у вас нет вот этого желания там заземлиться? О, это больной вопрос вообще. Есть, да, вот это в последнее время особенно. Просто проблема в том, что мы определяемся, где это будет. Это будет, ну, скорее всего, это будет все-таки в России, наверное, первое время. Ну, в Башкирии, да. Просто непонятно, в каком городе. Не факт, что в Башкирии, а вообще... Потому что Россия, она же тоже разная. Она как комплекс разных стран мелких. Да, за счет огромной территории и за счет того, что разные народности. У нас действительно одна страна, это как такой полмира. Допустим, ну, Башкирия, она не похожа на, там, я не знаю, регионы центральной России. Здесь все равно какая-то такая своя маленькая Азия. Ну, мы даже не выглядим, допустим, как, там, славяне. Нас за границей никто не воспринимает как русских. Ну, типа, там, откуда вы? Из России, типа, что? Ну, типа, в основном нас принимают за испанцев каких-то, там, я не знаю, за азиатов могут. Вот, поэтому, как бы, у нас... Ну, мне в этом плане нравится Башкирия, что она немножко другая. Такой кочевнический народ. Хочу закончить на позитивной ноте. Что вас делает счастливыми? Не знаю, вообще семья, в первую очередь, что в голову приходит, наверное, вот основное. Это, как бы, дети, ну, счастливые дети, это, собственно, и счастливые родители, и наоборот, в этом плане. Да. Поэтому хочется, в первую очередь, быть сперва самим счастливыми, а потом уже, чтобы дети перенимали от счастья, как бы, первостепенно. Ну, да, нет смысла учить детям тому, в чем ты сам, как бы, не сильно развита. Вот, поэтому, да, мы занимаемся собой, как бы, нас это делает счастливыми, мы делаем счастливыми наших детей. Собственно, мы все счастливы, у нас такой дом-два. Пока никого не выгоняем. Да.